Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, всегда ищу благосклонность начальства. Это правильно? Знаете, смотря какая ситуация, смотря какое начальство. Безусловно, и апостолы, и отцы, и Евангелие учат нас покорному несению своего креста. И говорят нам, что всякая власть, она от Бога, безусловно. Но вот есть один нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что когда есть начальствующие и есть подчиненные, это значит, что они являются звеньями одной какой-то цепи. Это, может быть, управление государством, или каким-то бизнесом, или чем угодно, образовательным процессом. Но у любого из этих процессов, там, где есть начальствующие и подчиненные, есть некий результат, к которому та или иная сфера деятельности должна приводить. И если ты просто покорен, и твой начальник говорит тебе, например, иди то туда, не знаю куда я делаю, то не знаю что, то ты понимаешь, что это, ну, как минимум, малоэффективно для общего, что ли, развития, да, для общего результата вашей совместной деятельности. И в этом смысле ты можешь, точно так же, как к вопросу о покорности жены мужу, я всегда говорю, что жена, конечно, покорна мужу, но она может, когда она видит ситуацию немножко по-своему, сказать один раз, обратить внимание мужа на его неправоту в той или иной ситуации, потому что она заботится о результате, общем результате. Точно так же и мы не слепо и покорно выполняем приказания своих начальников и их указания, а имеем право в какой-то момент, когда мы видим, что все идет наперекосяк и грозит крахом для компании, для чего угодно, и пострадают многие люди, правда? И те, кто работает, и те, кто пользуются плодами этой работы, то мы, конечно, имеем право прийти и сказать, не боясь, хотя за это бывают, конечно, нагоняя всякие, никто не любит правду, но чтобы наша совесть была чиста и перед своей ответственностью, перед людьми сказать, что мы, нам кажется, что мы идем немножко не в ту сторону. Но кажется, что вот здесь следовало бы, как специалист в этом направлении, я заявляю, что здесь нужно сделать по-другому. Другое дело, что есть очень большие начальники, до которых мы не можем докричаться, достучаться. Ну что ж, мы на своем уровне тогда сообщаем тому начальству, которое есть непосредственно у нас, о том, что мы видим некие, да, у нас есть некие опасения, да, в правильности тех или иных принимаемых решений на общем уровне. Вот, а так, конечно, и безусловно, и спокойно, как говорит апостол, без всякого мнения, меньшее благословляется от большего, без всякого спора о мнениях, меньшее благословляется от большего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.